Начну, наверное, не с игры, а начну с того, что всегда приятно перевернуться в Татарстан. У меня очень много хорошее упоминание здесь. То время, когда я здесь проработал, так что было очень приятно, очень приятно встретили. Лед сегодня подготовили очень здорово, ледовары хорошую работу сделали. Конечно, добирались мы сегодня не так просто. Из Москвы, когда после матча сыграли «Москвин», точнее, вылетали в Казань. И вместо одного часа полета, и ты в Казани, мы добирались ровно сутки, 24 часа команда. Не летная погода, можно так сказать, не могли посадить самолет. Кружили над Казанью 3,5 часа, а потом в окон соки сели в Самаре. Просидели там в рапорту, потом в гостиницу несколько часов, и на следующий день вылет в Казань. Тренировка у нас сорвалась, так что неоптимальные были у нас подготовительные моменты, так скажем, перед этой игрой. Но ребята большие профессионалы. Сегодня вышли на матч собрано. У нас был хороший разговор после последнего матча. Приоритет обороны. Всегда, когда ты проигрываешь, надо возвращаться в игру в следующем матче за счет обороны, плотной обороны, командной обороны. То, что мы сегодня показали. Ребята здорово играли в обороне. С первого шлона до последнего. И, видите, у нас в воротах то, что было, все взял. В плане содержания нашей игры, если взять первый тайм, когда лед еще позволял, потому что второй тайм уже лед нарезан был, то неплохое содержание игры было сегодня. Конечно, неоптимальное, мы работаем над этим, хотим улучшать каждый матч. Но сегодня, как я повторюсь, ребята сыграли достаточно хороший матч, и мы выиграли сегодня заслуженно. А вот два разных тайма связаны с тем, что все-таки еще последствия какой-то вот этой вот нервотрепки с прилетом, или как получилось у вас сыграть лучше, больше забить при неоптимальном льде уже? Ну, два разных тайма. Первый тайм мы играли по ветру. По ветру всегда, все говорят, хорошо или плохо, но чаще всего это играть в другую сторону. Потому что, если взять позиционную атаку, и наши атаки, очень легко убегать от партнера, и убегать раньше времени, и здесь не так просто играть по ветру. Но мы старались, создавали моменты, но забили, сколько забили в первом тайме. Во второй тайм мы играли против ветра, здесь уже было немного легче, потому что, когда ты продолжаешь оброняться, и соперник атакует, то сопернику намного сложнее возвращаться, и здесь, о чем я говорю, преважно будет выбегать из нашей первой-третьей половины поля в контратаку, и разыгрывать наши контратаки, за счет этого забивать голы. То, что мы сделали в втором тайме. И еще один вопрос, все-таки вы начали с таких вот комплиментов, приятно услышать, в адрес Казани. А что вам, как именно тренеру вот работа этот год дала? Причем не полный сезон, но все равно, вот что в таких условиях, или как-то вот именно для становления вас, для развития как специалиста? Ну, во-первых, это дает большой опыт и дало большой опыт. Это, наверное, самое главное здесь, потому что, когда ты приходишь уже в начале сезона, команда, когда уже сформирована, у тебя есть состав, с каким работать, и, конечно же, времени так много узнать ребят и понять их, и сделать правильные расстановки, правильный баланс в команде. Ну, я считаю, у нас это в том году получилось неплохо. Неплохо, да. Сегодня получилось у нас, конечно, навязать борьбу сопернику, то есть самоотдача у ребят была очень хорошая, но мы уступили в техническом мастерстве, которое является как раз завершающей момент, и для этого нужно холоднокровие, техническое мастерство. Вот в этом компоненте мы уступили, и это отразилось в счете. То есть мы имели несколько хороших моментов, да, не забили, и соперник использовал свои моменты практически на сто процентов. Ну, вот два тайма разных. Подсели во втором немножко, подустали? Как получилось, что в первом сдерживали атаки? Ну, здесь нельзя так говорить, что мы подсели и подустали, может быть, соперник тоже прибавил. Ну, поэтому это такая двусторонняя вещь. Конечно, у нас, да, сегодня мы были в ограниченном составе, да, у нас не играло 4 игрока основных, у которых, у ребят травмы. Вот, и, ну, скорее всего, да, это тоже сказалось, но и соперника, я думаю, что прибавило в втором тайме.